Система движется под действием сил диссипации, обобщенная диссипативная сила у нас линейная, ну и вот через импульс она записывается так, ну вот тут мы в коэффициент диссипации обозначили, это масса у нас есть какие-то? Да, совершенно верно, альфа мы говорили, ну там больше либо равно 2, да, больше либо равно 2, ну и вот в этом, значит, о равновесии у нас, конечно же, точка x равная 0, да, вот она, x1 равна 0, x2 равна 0. Ну вот, и мы, по-моему, еще записали уравнение Гамильтона там, да, вот на этом остановились. Значит, x1 с точкой, это x2, деленное на рем, x2 с точкой, это минус каффа, значит, x1 в степени альфа, минус бета, деленное на рем, x2. Ну вот, ну и давайте теперь, значит, ну капа, допустим, у нас положительна, там бета тоже положительна, значит, давайте теперь эту систему линеаризуем в резе равновесии. Ну, поскольку у нас вот этот член существенно нелинейный, да, то есть это, как минимум, квадратичный член, то мы его вблизи муля должны просто отбросить. И тогда, значит, линеаризованная система будет иметь вот такой риск, x1 с точкой равно x2, деленное на рем, x2 с точкой, значит, равно минус каффа, так как скалка не будет ничего, да, вот это не рисок, значит, минус b, деленное на рем, x2. Так, ну давайте мы еще так вот перепишем, все в одну часть перенесем, значит, здесь будет минус каффа, ну и делаем, как обычно, подстановку эйлера. И получаем, значит, получаем сначала систему алгебраических уравнений, а потом при равном нулю определителе этой системы, значит, получаем характеристическое уравнение. Надо это делать. Ну, стандартные вещи, да, много раз делаем. Значит, что здесь получается? Вот, собственно, вот этот детерминат, да, ну, в общем, идет минус лямбл, да, это вот как у нас единица сейчас. Значит, это лямбл, значит, минус единица на л, здесь, так, вот, да, значит, 0, x1 нет вообще у нас, да, значит, 0. И единица, единица, так, плюс, да, плюс, минус, 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 там, да, плюс, это, наверное, да, вот так. И вот, значит, лямбл, значит, это пределительщее равен нулю, значит, раскрываем его, так, лямбл. Лямбда, да, вот здесь, вот здесь, да, я могу забыть, правильно, то, собственно, вот, лямбда плюс бета, деленное на n, правильно, тут же с точкой, вот, значит, то есть лямбда плюс бета, деленное на n, равно, значит, корни лямбда 1 равно 0, а второй корень лямбда 2 минус бета на n, то есть вот по идеологии это попадает по третий случай, когда там часть корней равна 0, а другие корни отрицательные, да, вот, значит, вот лямбда 2 отрицательный, а лямбда 1 равен 0. Ну и, казалось бы, мы должны сделать вывод, что, значит, система у нас устойчива, да, вот, но не асинтетически, ну, причем независимо от гаммы, да, независимо от нелинейства, но дело в том, что, вот, вообще говоря, вот здесь это не так, то есть система наша может быть устойчивой в каких-то случаях, а в каких-то случаях неустойчива, то есть независимо от, ну, ни от гамма, ни от альфа, да, то есть у нас на самом деле оба параметра неустойчивы входят, да, ни от гамма, ни от альфа. Вот, но для того, чтобы это доказать, давайте мы теперь проанализируем устойчивость вторым методом Ликунова, то есть построим функцию Ликунова. Значит, в качестве функции Ликунова берем функцию гаммельтона V, да, V. Ну и, значит, находим V с точкой. V с точкой. V с точкой – это единица на R, X2, X2, X2 с точкой, плюс Каппа, X1 в степени альфа, X1 с точкой. Ну и теперь, X1 с точкой, X2 с точкой подставляем и систему управления. Значит, единица на R, X2, X2 с точкой – это минус Каппа, X1 в степени альфа, минус Каппа, X1, X2, значит, плюс Каппа, X1, X2 в степени альфа. Ну и видим теперь, что у нас вот эти вот члены X1 в степени альфа, которые содержат, сокращаются, да, и остается V с точкой у нас. V с точкой у нас, значит, равно минус β на m, β на m, x2. минус β на m квадрат, x2 в квадрате, x2 в квадрате, R в номере. Ну вот, теперь смотрите, вот эта штука меньше нуля. Ну, казалось бы, все хорошо. То есть, под теорему Липунова V с точкой попадает. Но попадает ли V под теорему Липунова? Всегда ли V попадает под теорему Липунова? То есть, функция Липунова квадрата. Ну и на самом деле мы видим, что если у нас, значит, у нас, ну, напомню, согласно теореме Липунова, то V должно быть знакоположительной, да, в окрестности начала координат в окрестности нуля, да, и, значит, принимать минимальное значение в самом равновесии, в самом начале координата. Так вот, условия знакоположительности выполняются не при всех альфа, да. То есть, если у нас альфа нечетный, альфа нечетный, ну, это целые числа какие-то, да, то у нас, действительно, значит, V больше нуля, да, альфа нечетный. Вот. А вот если альфа четный, то V может быть как больше нуля, так и меньше нуля, значит, ну, в зависимости уже от знака X1, да. Таким образом, у нас устойчивость в нелинейном случае определяется, ну, вот, альфа, значение маленькое, да. То есть во втором случае у нас неустойчиво уже. А в первом, если альфа нечетный, тут устойчиво, а тут неустойчиво. Насколько имеется область, где область вблизи нуля, где функция V будет отрицательной, да, отрицательной. Поэтому неустойчиво. Ну вот, то есть мы видим, что вообще говоря, в нелинейном случае может быть двойная ситуация, когда равновесие устойчивое и когда неустойчивое. А по линейному приближению этого не скажешь, да, у нас вообще там параметры нелинейности не входят в линейном приближении. Таким образом, вывод какой надо сделать? Что, ну давайте рисовать, вот, будем рисовать так называемые теперь скептральные диаграммы. Значит, итак, то есть вот по осям очень удобное, наглядное изображение, значит, вот здесь реальная часть лямбда, здесь минимальная часть лямбда, да, то есть если у нас реальные части лямбда отрицательные, то есть все вот эти лямбда, они должны быть комплексно-сопряжёнными, да, у нас согласно основной теории алгебры, да, поскольку у нас имеется значит, полиномиальное уравнение, да, полином равен 0, его решение это, если оно комплексное, то и комплексно-сопряжённое решение, да, значит, то есть они лежат симметрично зеркально относительно оси реальных лямбда, да, то есть вот, если здесь они, вот так, можно их симметрично рисовать, да, то есть вот здесь, если здесь у нас расположены реальные части лямбда, то это асинтетические устойчивости. Если там наоборот, вот что-нибудь такое, да, положительные реальные части, то не устойчиво. А вот сама ось вот эта вот, да, ну вот я и как-то так давай, ось, где реальная часть лямбда равна мулю, то есть мнимая, да, вот здесь по линейному приближению мы, строго говоря, ничего сказать не можем без дополнительного анализа нелинейного случая, нелинейного случая. Так что, ну вот, ну для нас, между прочим, пока важно ещё вот, что, допустим, когда реальные части лямбда переходят через мнимую ось, да, то у нас система теряет устойчивость. И, собственно, вот это одна из ключевых идей теории бифуркации, которую мы будем вот скоро, в скором времени рассматривать. Ну а пока вот отметим для себя вот такую вещь. А что и вертикали точки, вертикали точек соответствует момент времени, да? То есть получается, это вот... Нет, почему? Вот у нас пара корней сопряжённых плота. А чем вот вторая пара корней отличается? Я условно нарисовал. Это просто решение, которое лежат вот здесь вот. Вот здесь ремес решения и здесь. То есть я совершенно, ну так вот, красивая картинка мне показалась, нарисовал. Мог бы по-другому нарисовать, да? Ну, конечно же, комплексный, комплексно сопряжённый, да? Вот симметрия должна соблюдаться. А где они там? Ну, это вот вы решаете уравнение и находите их просто. Ко времени никакого отношения не видно в этой диаграмме. Вот это просто, ну вот эти вот. Решение этого уравнения я вот так их разображу. Да, их и запрошу. Вот. Вот эта спектральная такая диаграмма. Ну ладно. Теперь, то есть, ну в принципе, всё упирается в знак реальной части ляма. Поэтому спрашивается, есть ли какие-то критерии, которые позволяют, ну вот установить, какого знака будут эти реальные части. Вот. Ну и такие критерии действительно есть. То есть нас вот прежде всего, конечно, интересуют устойчивости, вот когда реальная часть отрицательна. Значит, и вот критерии, значит, есть. И один из них, ну вот наиболее популярный, это критерий Гурвицца. Критерий Гурвицца. То есть есть, конечно, там, чрезвычайно красивый, там, геометрический такой критерий Михайлова, там еще есть геометрий. Критерий Гурвицца. Ну вот такой, как бы, наиболее, что ли, такой алгебраический, даже, я бы сказал, алгоритмический, это критерий Гурвицца. Значит, в чем он состоит? Итак, пусть у нас имеется вот такое вот характеристическое уравнение, и мы, когда его расписываем, этот гетерий Гурвицца, получаем вот такую вот такую вот такое алгебраическое уравнение. Давайте его так записываем. А0 на лямбдах стилки Н. Это критерий Гурвицца. Плюс А1 на лямбдах стилки Н минус 1. Плюс и так далее. Плюс и так далее. Ну, последний член. Ну, давай же, предпоследний. А, значит, Н минус 1 на лямбдах и плюс А1 на лямбдах стилки Н минус 1 на лямбдах. То есть это вот мы расписали в явном виде вот это уравнение характеристических данных, характеристическое уравнение в явном виде. То есть раскрыли и терминанты, значит, привели там подобные при лямбдах в одинаковых степенях. Вот. Причем обязательно считаем, что А0 больше нуля у нас. А0 больше нуля. Если у нас наоборот получается, то умножаем на минус 1. То есть требуем, чтобы А0 было больше нуля. Дальше составляем так называемую матрицу Гурвицца. Ну, собственно, значит, вот этот алгоритм такой. Составляем матрицу Гурвицца. Как эта матрица составляется? Значит, первая строка у этой матрицы, это значит А с нечетными номерами. То есть А1, А3, А5 и так далее, и сколько их там этих нечетных наберется. Значит, ну, условно, допустим, это А с номерами и так далее. Дальше. Следующая строка. Мы берем индекс у каждого А и вычитаем из него единичку. То есть вот здесь будет А1-1 с нулевой индексом. А2, да, А3-1. А4, понятно, да. А2К, да, А2К, да, А2К. Значит, ну, а вот третья строка получается, опять вычитали, единички выявляются, да, значит. То есть А2К-1. Но тут может быть с отрицательными значениями А, да. Ну и вот если это, значит, 2К-1 отрицательно, то есть меньше 0, то в этом случае пишем 0. Да, то есть вот здесь вот уже А-1, 0 пишем, А1-2, А3 и так далее. Ну и так далее, и так далее. Значит, пока у нас не получится, в конце концов, последняя строчка, где стоит АН-ая, да. Вот, АН-ая. То есть мы вычитаем и 1, 2, 3. Ну да-да, то есть потом из этой строки снова 1, да. То есть тут вот уже будет 2 нуля, 0, 0, 0. Значит, А, ну что там? Так. А, нет, тут А0 будет ещё, да. Значит, А1, 0. Нет, нет, ну как он такой? Значит, А0, А2, да, А0, А2. Ну и так далее. Делаем пока, значит, у нас не останется один элемент вот здесь. И вот это получается матрица-будница. То, что получится в результате такой ангибраической процедуры, это матрица-будница. Значит, теперь, следующий шаг вот в этом алгоритме состоит в том, что мы вычисляем её главные миноры. Значит, то есть, Дельта-1, как мы называем, это А1, да. Дельта-2, это что у нас? А1, А3, А0, А2, да. Дальше, ну и так далее. Последний минор, ну даже можно написать, чему он равен. Мы по нижней строке раскладываем, это значит, Дельта-1 это будет АН умножить на Дельта-1, да. То есть, по последней строке такая ангибрация получаем. Вот. То есть, вот. Ну и так. После того, как эти миноры получены, мы их раскрываем и, значит, рассматриваем знак этих миноров. И дальше, вот, Бурниц доказал теорету. Значит, если у нас А0 больше нуля, первое условие, да. А, значит, ну, само собой, да, вот, в качестве такого общего места подразумевается, что все вот эти акаты, это вещества, да, вещества. То есть, это уравнение с веществами. Значит, акатая вещества на А0 больше нуля, то тогда, значит, реальные части корней характеристического уравнения будут отрицательны. Тогда и только тогда, когда все вот эти главные миноры матрицы Бурница будут положительны. То есть, дельта 1 больше нуля, дельта 2 больше нуля, и так далее, и так далее, дельта n больше нуля. Вот это критерий Бурница. Если миноры положительны, то реальные части отрицательны. Ну, и следовательно, мы имеем дело с усоченным движением. Ну, вот такой удобный формальный критерий. Его легко реализовать в виде, там, программок для ЭВН, вот, которые позволяют, там, проверять асимптотическую устойчивость по линейному движению. Мы доказывать его не будем. Ну, все-таки, там, надо понимать, что, конечно, тут все доказательства довольно сложные. Вот. И, значит, ну, тратить целую версию на доказательства чего-то не хотят. Вот. А вместо этого мы, значит, теперь пойдем дальше и рассмотрим некоторые частные, но важные функции, когда у нас, значит, линейные системы имеют одну степень свободы, то есть фазовое пространство двумерно такой системы. Значит, итак, ну, давайте так, линейные системы с одной степенью свободы параграф классификация ну, там, равновесий или можно тут даже особых точек назвать на фазовой плоскости на фазовой плоскости. Фазовая плоскость. Ну, и давайте напишем линейную систему, которая в этом случае получается, значит, x1 с точкой равно а1, x1 плюс а1, x2 ну, давайте пока напишем еще нелинейные члены. Вот это линейные члены, да, и точно так же ну, значит, x2 с точкой это а2, 1, x1 плюс а2, 2, x2 плюс x2, 2 значит, положение равновесия у нас, как всегда, в нуле находится ну, а фазовое пространство в нуле, ну, то есть, x1 равно нулю, x2 равно нулю, да вот дальше ну, вот эта матрица й да, ну, мы с вами говорили, что это, по сути дела, такой аналоги Кобиана, да это матрица из коэффициентов а1, 1, а1, 2, а2, 1, а2, 2 ну, и дальше, значит, зная вот эти коэффициенты, зная матрицу й, мы можем составить с вами характеристические уравнения детерминат й минус, там, λe ну, и получить два корня, да значит, λ1 λ2 значит, зная эти корни мы уже решая систему алгебраических уравнений ну, давайте так, хорошо, давайте я это пишу то есть, вот какую-то там сумма ок в данном случае надо поднимиться для двух раз так а к й а к й минус λ к λ к дельта к й дельта к й значит, значит, альфа 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 значит, пи к а а дельта к й дельта к й если известно подставляем сюда получаем систему алгебраических уравнений относительно альфа на находим а и тогда нам известно преобразование z и дельта значит, сумма к а альфа и к так дельта к так которая приводит к нашу линеаризованную систему к диагональному виду да, то есть наша система в переменную z ну вот и принимает такой z1 с точкой равно λ1 z1 вот если бы нелинейных членов не было то осталось бы вот это ну а если нелинейных членов мы тоже как-то нелинейную функцию преобразовываем вместо функции x получаем z z1 которая будет зависеть от z всех и второе выравнение z2 с точкой з2 z2 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 вот такая система получается в новых переменных ну и значит нас будет интересовать линеаризованный вариант этой системы да то есть вот эти нелинейные функции z, оплитая от z, ну они там второго порядка, как минимум, да, и личину второго порядка малости от z. И поэтому в линеаризованном случае мы их просто отбрасываем. Отбрасываем, интересуясь тем самым малыми значениями z, ну а значит малыми значениями x. То есть мы рассматриваем, по сути дела, бесконечно малую окрестность вблизи начала координат. Ну и нас отбросили, и получилось вот что. И вот давайте будем анализировать фазовый портрет вот этой, ну вот, собственно, тут два независимых уровня. Их решить как бы делать нечего, их решение просто экспонентно. Ну а нас интересует значит поведение в фазовом пространстве, да. Вот. А для этого давайте-ка мы все-таки вернемся немножко назад и посмотрим вот поконкретнее, как мы вот эти лямбда находили, чему у нас вот эти лямбда равны. Ведь мы можем записать их в явном виде лямбда 1 или лямбда 2, да. Значит, ну давайте. А для этого нам надо что? Вот этот определитель расписать и приравнять нулю, да. То есть вот вернемся к этому лямбду, да. И он у нас будет иметь вот такой вид. Значит, А1-1 минус лямбда, А1-1 минус лямбда, А1-2, так, А2-1, А2-1, А2-2 минус лямбда, а2-2 минус лямбда, а2-2 минус лямбда, минус А1-2, А2-1, равно. Ну вот теперь смотрите, ну лямбда. Ну вот теперь смотрите, ну лямбда в квадрате, да. Лямбда в квадрате, да. Дальше. Минус лямбда будет стоять, ну так, минус, да, значит, А1-1 плюс А2-2 на лямбда. Ну и плюс, да, плюс А1-1, А2-2 минус А1, да. А1-2 у меня не влазит. А2-1. Ну теперь смотрим вот на эти члены, у которых А1-1 плюс А2-2, это что такое? Шпур матрицы лямбда. Шпур матрицы лямбда, да. То есть вот эта величина, это шпур матрицы j, шпур j. Ну давайте мы его буковкой сильно обозначим, да. Сумма диагональных лямбда. Шпур матрицы лямбда. А вот это что такое? Это определитель матрицы j, да. Детерманат. Значит, и вот в результате характеристическое уравнение у нас имеет вот такой вид. Значит, лямбда в квадрате минус сигма, лямбда плюс дельта, ну корни его легко находятся. Вот это, значит, лямбда 1, 2, это 1, 2, сигма плюс минус корень квадратный из дельта, здесь дискриминанты, да. А дискриминант у нас равен сигма в квадрате минус 4d. Вот эти лямбда, да, в уравнении, и вот лямбда нашли, явно не имеются. Ну, как видим, значит, они определяются шпуром и детерманатом матрицы. Но этот вот так же в умерном случае, если размерность больше, то там все сложнее, конечно. Вот. Ну ладно. Ну и мы видим, что вообще говоря, вот эти вот значения йод у нас зависят как там от знака дельта, да, так и от величины дискриминанта. И поэтому возможны разные случаи. Разные случаи, да. Ну, самый первый случай, давайте такое. Пусть у нас вообще, ну так вот, по большому счету, два таких принципиально разных случаев. Первый такой случай, когда лямбда вещественные, а второй, когда они комплексные, да. Значит, пусть вот первый случай, это лямбда вещественные. Ну и тут мы можем вот эти наши уравнения преобразовать. Значит, исключив время, нас же интересует поведение на фазовой плоскости, да. Значит, мы должны время исключить. Время исключить. Так, ну вот. Время, да. Время нас тоже исключает. Значит, если лямбда вещественная, то, значит, никаких проблем не возникает, да. И рассмотрим теперь разные типы решений. Ну, первый случай, там, ну и там, я не знаю, там, там, там. Пусть лямбда 1 и лямбда 2 одного знака. То есть лямбда, значит, так. Ну, одного знака, да. Одного знака. И тут, значит, у нас, возможно, тоже, ну, хорошо. Давайте вот так. Лямбда 2 к лямбда 1 равно С, да. С и С положительно, да. С положительно, да. С положительно. Когда у нас, что там получается? Ну, давайте так. Дз2 по Дз1 равно С, З2, З1. Ну, и решение, значит, легко получить. Значит, чему будет это равно. Разделяем переменные, интегрируем логарифмы. С одной стороны будет Z, скажем, 2, а с другой стороны Z в степени 1. Это 1 в степени 1, да. То есть, ну, скажем, вот так. Запишем Z2 равно С, то есть модуль. У Z2 мы в С загоняем, а у Z1 модуль остается. Ну, и в этом случае у нас легко понять, что фазовыми траекториями являются, ну, какие-то параболоподобные кривые, да. Параболоподобные, ну, вот такие степенные функции. Причем, S у нас к большему лицу, да. То есть никаких особенностей нет. Ну, и теперь рассмотрим, вот уже в этом случае, A, разные подслучаи, скажем, A1. Пусть у нас лямбда 1 и лямбда 2 отрицательны. Значит, лямбда, скажем, 1 меньше, чем лямбда 2 и меньше, чем лямбда. Ну, то есть если опять рисовать спектральную диаграмму реальная часть лямбда, мимая часть лямбда, да, то вот эти лямбда, значит лямбда 1, там лямбда 2, да. Вот здесь расположены вещественные и отрицательные одного знака. Что здесь у нас, значит, происходит с фазовыми траекториями? Значит, так. Ну, да, газета 1, Z, 2, да, вот так. То есть они у нас во всех случаях, ну, там, вот такие вот, вот какие-то такие, да, ну, например. Ну, допустим, зависит там от степени веси. Ну, весь вопрос, куда они направлены, да? То есть направлены они к началу координат или от начала координат, как нам стрелочки писать в этом случае. Ведь от этого зависит, устойчиво или неустойчиво будет наше равновесие. Ну, давайте, значит, итак, в случае А, когда у нас лямбда отрицательный, и тогда мы можем, вот решая эту систему, да, вот, уже систему исходную дефуру, записать, что там Zp равно Аp на E в степени лямбда отрицательного, да? Значит, если все лямбда отрицательные, то вот в этом случае у нас, в случае А1, при T стремящемся к бесконечности ZI стремятся к 0, то есть C1 и Z2 стремятся к 0 за счет того, что гамбда отрицательный. И значит, с течением времени у нас система будет приближаться к началу координат, и стрелочки направлены, соответственно, вниз. Это время дешево. А вот само начало координат называется устойчивым узлом. Вот эта особая точка – это устойчивый узлом. Когда фазовые траектории вот такой вид имеют равновесие, это некая особая точка, которая называется устойчивым узлом. Наоборот, в случае А2… Ну давайте… Можно вопрос вот так? А там же степень S получается меньше единицы? И там пора будет? Ну, вообще, я сказал, выкупость зависит от степени S. Ну, вот, понимаете, поверните ее там, да, получите вот так, да. Ну, симметрично, повернули тут как бы, то же самое все будет. Ну, да, ну хорошо, не проследим, ну давайте наоборот. Лямбда 1, лямбда 2. У нас же сейчас случится, что S больше 0. Да, одного знака, Лямбда. S больше 0. Ну там оно больше единицы, либо меньше единицы. От этого выкупость зависит. Ну, правильное замечание, ну я как бы так, просто на этом решил не останавливаться. Ну, раз вам надо, пожалуйста. Поверните и верните эти довольные вопросы. Итак, все равно устойчивые узели, никуда не деться. Дальше. Ну, наоборот, да, там, Лямбда 2 больше Лямбда 1 больше 0. А2, да, то есть это теперь они уже на вещественной части. Дальше. Сейчас мы правильно. Диаграмма такая. Значит, Лямбда 1, Лямбда 2. Вот так. В этом случае, раз лямбда положительный, то уже наоборот. При Т стремящемся к нулю, ZI будет стремиться к бесконечности. Правильно? Экспонент возрастает. И, следовательно, стрелочки уже будут в другую сторону. От положения равновесия, да, от положения равновесия. То есть, с течением времени наша система будет все дальше и дальше удаляться от положения равновесия. Это говорит о неустойчивости системы. И вот такая особая точка, такое положение равновесия называется неустойчивость. Вообще говоря, можно эти все случаи изображать тоже на биограмму. Ну, давайте ее тоже начнем рисовать. Вот, вернемся вот к этим нашим Лямбда. Вот сюда, да. И, значит, теперь изображаем диаграмму Сигма-Дельта, да. Собственно, то, что нам знак определяет. Соотношение Сигма-Дельта определяет знаки лямбды. Ну, и вообще там вещественная лямбда и так далее, свойства лямбды. Ну, вот. Значит, ну, мы видим, что принципиально есть, собственно, некая разделительная кривая, на которой детерминант равен нулю. Где равен нулю, да, узнаю эту кривую. Это Сигма-Квадракт равно 4 г. Значит, выше этой кривой, да, выше и ниже этой кривой, да, вот. Вот, вот, верхней полуплоскости выше D больше нуля, а внешней полуплоскости ниже D больше нуля, а ниже D меньше нуля. То есть ниже у нас, ниже кривой лежат комплексная область, да, область где лямбда комплексная. Если не лямбда комплексная, то есть ниже у нас лежат устойчивые и неустойчивые узлы на этой картинке. Ну, вот, смотрим, значит, в случае, когда лямбда отрицательная, D больше нуля соответствует отрицателям Сигма просто. Правильно? Сигма, а здесь Сигма квадратный минус Дельта, то есть у нас, если Сигма отрицательна, то оба корня отрицательны, да. То есть здесь устойчивые узлы, то есть устойчивые узлы лежат под нижней веткой в этой параболе, а неустойчивые соответствуют положительным Сигма. То есть это вот случай, когда лямбда одного знака. Теперь второй случай, когда лямбда разных знаков. То есть в этом случае мы можем вот это отношение лямбда 1 к лямбда 2, оно будет отрицательным, и мы его можем записать как минус 1S. Ну и тут всё то же самое проделываем. Значит, решение, ну вот здесь минус модуль С появится, решение мы запишем вот так. В модуль С положительная величина, но здесь у нас уже обратно, ну там обратная зависимость, обратно пропорционально степенная. То есть вот в этом случае фазовые траектории у нас уже кривые не параболического типа, а гиперболического типа, да. Типа единица на х там, да. То есть в нуле координат какая-то особенность сидит. Ну, значит, давайте опять же тут тоже два случая рассматривать. Значит, во-первых, ну хотя да, какие тут два случая, вот тут. Так. В принципе, можно оба случая к одному свести. Ну вот пусть для определённости лямбда 1, значит, у нас пусть будет там отрицательно, а лямбда 2 положительно, да. Вот так что-то слева направо. Вот так вот. Вот такая себе правильная такая. Что здесь у нас? Опять z и это экспоненты, но здесь уже, смотрите, здесь у нас такая двойственность возникает, что z1 это е в степени там, ну там все пропорционально. z1 это е в степени лямбда 1t, а z2 это е в степени лямбда 2t. Так вот, z1 стремится к нулю, там, при t стремящемся к бесконечности, да. z2, а z2 стремится к бесконечности, да, при t стремящемся к бесконечности. То есть если у нас имеется хоть одна вот такая линия, которая стремится к бесконечности, то это уже говорит о неустойчивости. В любом случае у нас, значит, равновесие неустойчиво. Ну а картинку можно нарисовать в нашем случае вот в таком виде фазовую картинку. фазовую картинку, там, z1, z2, это вот такое. Значит, ну во-первых, это вот такие гиперпобоидного типа кривые, да, всегда. Теперь, в нашем случае, как стрелочки нарисовать, если лямбда 1 отрицательна, лямбда 2 положительна. Ну вот видим, что лямбда 1 определяет z1, значит, z1, по оси z1 у нас движение стремится к нулю. Стрелочки по z1 сюда. А по z2, наоборот, из нуля, от нуля стремится, да, разойтись. Ну и значит, общая стрелочка вот такая, да, вот так стрелочки, вот так стрелочки, вот так стрелочки. Ну, видим, что координатные оси, они вот разделяют разные там такие траектории, да, значит, разные вот эти гиперболы. Вот, и в этом смысле они являются относительно этих гипербол сепаратрисами, да, то есть сепаратрисы – это линия на фазовом пространстве, которая что-то разделяет, да. А положение x, равное нулю, равновесие неустойчиво, и такая неустойчивость называется седлом. Ну и где эти неустойчивые седла лежат у нас? Они лежат в области отрицательных дельта. Да? Вот. На этой теограмме, если дельта отрицательна, D у нас всегда большое, и какое бы ни было, ни было там сигма, Дельта отрицательна, значит, вот здесь вот эта область неустойчивая седла. Неустойчивая седла. Вот. И так вот глянул до вещественной. Ну можно ли какие-то примеры какие физических систем привести, где там вот устойчивые узлы, неустойчивые, неустойчивые узлы и, значит, неустойчивые седла в качестве особых точек? Ну давайте, примеры такие существуют. Ну вот, сначала насчет узлов, да? Насчет узлов там, где λ у нас одного знака. Ну вот такой простейший пример такой системы – это уже, ну поскольку линеризованная система, это вот такая система – x с двумя точками плюс 2νx с точками плюс равном в квадрате и равном в квадрате. Что это за система? Затухающий гармонический осциллятор, но он будет таковым, если не положительно, да? То есть если у нас диссипация. А если, значит, наоборот, неотрицательно, то тогда имеем дело с накачкой энергии, да? То есть вот если мы насчет знака не договариваемся, то тут два случая, возможно, когда они положительные, но отрицательные. Вот. Но тут и кроме того, ведь вообще говоря, не обязательно колебания в такой системе. Ведь возможен режим, когда колебания не успевают установиться, например, да? Если диссипация очень сильная, то колебания не успевают остановиться, ну вернее проколебаться даже и одного раза они сразу начинают затухать. То есть это такое периодическое затухание. Вот. Ну и точно так же они как бы там не колеблются из-за того, что нарастают тоже. Значит, ну давайте вот этот режим рассмотрим. Значит, характеристическое уравнение λ в квадрате минус 2 минус λ в квадрате равно нулю. его корни λ в квадрате минус λ в квадрате минус ω в квадрате. Так вот, если ν у нас больше омега, ну так, давайте так, минус в квадрате минус в квадрате больше омега в квадрате. Поскольку мин может с разных знаков быть. Но квадрат, он положительный, и он больше омега в квадрате. В этом случае у нас λ вещественную и одного знака. Да? Одного знака. Вот. Значит, и тогда имеем два случая. Значит, первый случай, если ν больше нуля, ν больше нуля, то тогда λ 1, 2 у нас отрицательные будут. Мы имеем дело со случаем каким? Устойчивого узла, да? Все. λ отрицательные. Вещественные отрицательные. Это устойчивый узел. Ну а в другом случае, когда ν меньше нуля, это соответствует накачке энергии в систему, в систему вот, ну, каким-то специфическим образом, то в этом случае ляда, оба ляда будут положительны, вещественные и положительные. Вот. И мы имеем дело с неустойчивым узлом. То есть стрелочки будут уже от начала координат по параболам направлены. Значит. Это вот то, что касается узлов. Теперь седло. Может ли... Ну вот, когда в физических системах седло или... Ну, в качестве такого, может быть, простейшего примера, когда у нас имеется седло, давайте рассмотрим... Математический майк. У него, как известно, два положения равновесия. Одно устойчивое, когда он действительно другое неустойчивое тогда стоит. Так вот, рассмотрим неустойчивое равновесие математического майк. Вот он, когда стоит там, значит, масса n там... Так, ну давайте так, лучше это будет ось x. Значит, сам майк немножко в откламённом состоянии рассмотрим, значит, n. А угол φ мы не от нуля будем отсчитывать, ну вот отсюда, от неустойчивого положения. Обычно его от устойчивого равновесия отсчитывают. А здесь мы от неустойчивого отсчитываем. Фи, ну, в поле тяжести же, там еще длина, то есть, да? Ну, легко записать функцию Лагранжа, да? Ну, потенциальная энергия, если что, она всегда минус Mgr, это... g у нас направлено против x, да? g и x в разные стороны, значит, знак плюс будет Mgx, вот. А x это L на cos φ, значит, MgL, MgL на cos φ. Значит, функция Лагранжа вот такая, Ml в квадрате пополам, да? Фи с точкой в квадрате минус MgL . Теперь, линеаризуем, рассмотрим малый Фи и линеаризуем нашу систему. Это означает, что функции Л мы должны квадратичными членами ограничиться. Значит, квадратичный член для косинуса принимал и φ, значит, 1 минус φ в квадрате пополам, да? Да, вот так квадратичный член. А 1, как аддитивная константа, может быть выкинена. Значит, тогда у нас L принимает такой вид, вот здесь будет плюс MgL на cos φ в квадрате. Вот. Ну а что дают уравнения на Гранжа? Значит, dL по dφ с точкой минус dL по dφ равно 0. Смотрите, вот здесь минус возникает, да? А там плюс. Значит, ну вот, после всех преобразований, φ с двумя точками минус ω в квадрате, φ в квадрате. Значит, минус за счет вот этого минуса уравнения квадратичного. Ну а ω – это корень ЖН. Собственная частота прибавления на Гранжа. Ну и что мы видим? Если теперь записать характеристическое уравнение, оно будет такое. Что λ в квадрате, значит, минус ω в квадрате равно 0. λ значит, 1,2 равно плюс минус ω. Это соответствует вот этому нашему случаю, когда корни разных знаков, вот, λ в квадрате, λ в квадрате, λ в квадрате, то стоит минус ω. И, следовательно, это как раз особо соответствует особой точке, которая является неустойчивой системой. неустойчивой системой. Так. Значит, понятно это, да? Ну давайте попробуем хотя бы начать в случае, когда у нас комплексные. Комплексные, например, формы. Гannга 1,2 three, three, five И так, комплексно-сопряжённая пара, раз они комплексны, то они всегда являются комплексно-сопряжённой парой, согласно основной теоремии аугидрии. Ну и значит λ2, равно λ1 комплексно-сопряжённая. Но это означает, вообще-то говоря, что и Z1, и Z2 тоже комплексны. То есть вот у нас система уравнений Zит в точке равно λi Zит. Значит, если у нас λ2 комплексный, то, вообще говоря, и Z комплексный должно быть. Но, значит, на самом деле, поскольку мы с физикой имеем дело, то нас, конечно, Z не устроит. Мы должны перейти к вещественным переменам. Так это сделано. Ну, значит, поскольку λ1 и λ2 комплексно-сопряжённые, то и Z1 и Z2 комплексно-сопряжённые. То есть мы можем написать, что Z2 тоже равно Z1 комплексно-сопряжённые. Ну, значит, понятно-то, да? Или надо пояснить? Ну, давай. Вот тогда расписываем Z1 с точкой равно λ1 Z1, Z2 с точкой равно λ2 Z2. Значит, и берём комплексное сопряжение от первого уравнения. Вот здесь сопрягаем. Дальше λ1, значит, эта комплексно-сопряжённая, это λ2. Ну, тогда мы получаем после сопряжения вот это уравнение, да? Где вместо Z2 будет стоять Z1 сопряжённая. Ну, вот. А это сейчас раз и означает. Вот. Ну, вот. То есть и для нас что важно? Для нас важно, что в этой системе тогда мы можем вообще только одно, любое из этих уравнений рассматривать. Либо для Z1, либо для Z2. А всё остальное, второе уравнение получается комплексным сопряжением из терра. Это типичное свойство нелинейных систем. Ну, там, в электродинамике, наверное, много раз вы чем-то подобным пользовались. Итак, пусть, значит, пусть λ1 равно α плюс π β, да? Тогда λ2, это λ1 комплексно сопряжённая, значит α минус b. Ну, поскольку β у нас ходит с разными знаками, то без ограничения общности мы можем считать β больше нуля. Поскольку и тот, и другой знак у нас учитывается, вот в этом плюс-минус. Так. Положим теперь Z1 равен U плюс ИВ, да? Ну, тогда, соответственно, Z2 будет U минус ИВ. Вот. Ну, и подставим всё, ну вот λ1 и Z1, ну вот в первое уравнение. Будем им пользоваться. Любым из этих графов, ну, допустим, вот первым. Значит, тогда получаем такое уравнение, значит, U с точкой плюс ИВ с точкой равно α плюс Иβ. Это U плюс ИВ. Дальше, приравнувая вещественные и минные части, получаем некую систему уравнений. Значит, U с точкой равно αу минус β В. А В с точкой равно βу плюс β В. Ну, то есть вот получаем такую систему уравнений, но уже на вещественные функции U и В. Ну, давайте посмотрим, что с ней можно сделать в рамках анализа фазового портрета этой системы. По-разному можно поступать, но, например, один из таких типичных приемов, мы переходим в полярные координаты. То есть считаем, что U у нас это ρ на косинус θ, а В равно ρ на синус θ. Ну, и берем производный и подставляем в эту систему уравнений. У с точкой. Теперь я беру U с точкой. Я не буду там отдельно выписывать, а сразу дифференцирую. Значит, U с точкой — это что? ρ с точкой на косинус θ. Дальше. Дальше. Производную от осинуса θ, значит, будет ρ, θ с точкой, сложная функция, на синус θ. Это равно α на ρ косинус θ. Так. Минус. 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 Так. Ну, хорошо. Нужно стереть. Уже не успеть. Минус. Бета на ρ синус θ. Значит, теперь В с точкой опять ρ с точкой синус θ. плюс ρ θ с точкой синус θ равно β β ρ косинус θ. Значит, плюс, плюс… Там В должно быть. Ну что? Ну, В с точкой здесь. Так, чуть-чуть-чуть. Ну, сейчас давайте я запишу, а потом α на ρ синус θ. А, вот так. Я просто… Если В – это В. А, вот здесь. Вот так. Надо равновесить его сказать. α на ρ синус θ. Вот. Вот. Система. Теперь. Умножаем. Ну, преобразуем следующим образом. В первом случае умножим первое уравнение на косинус. В первом случае у нас что получается? Ну, давайте смотреть. ρ с точкой косинус квадрате плюс ρ с точкой синус квадрате. Значит, это будет ρ с точкой. Дальше. А здесь ρ с точкой синус θ косинус с минусом и плюс такой же член с плюсом. Да? Сократятся. Где синус и косинус сокращены. Теперь. Вот здесь. β ρ косинус синус, β ρ косинус синус. С разными знаками сокращаются. А α ρ косинус квадрате плюс синус квадрате. Это значит α ρ. Теперь. Второе преобразование. Наоборот, умножаем это на синус. Это первое уравнение. Второе на косинус. Ну, здесь у нас что? Вот сокращаются теперь вот эти члены с ρ с точкой. Остается, значит, ρ с точкой синус квадрате плюс косинус квадрате. А здесь остается, что β ρ, да? То есть или это, значит, равносильно уравнению β с точкой равно β. Вот у нас система вот первое уравнение, вот второе. Ну, значит, теперь, в принципе, можно каждое из этих уравнений решить. Значит, ну, например, ρ это c на e в стекени αθ, да? А θ это βt плюс θ нулевое. То есть это линейная функция времени, а ρ эксперименциальная. Ну, давайте еще как бы минутка есть. Но для анализа на фазовой плоскости мы можем опять поделить одно уравнение на другое, первое уравнение на второе, да? И записать вот так, ρ возле θ равно α, деленное на β ρ. И опять решая, получаем, что ρ равно c на e в степени αβ. Давайте вот тут c1 поставим. На фазовой плоскости это логарифмическая спираль. А вот является ли эта спираль раскручивающейся или скручивающейся, то есть куда нам поставить стрелочки, все зависит от особенностей α. Ну, α, да, по сути дела, поскольку β у нас всегда было знака. Но вот этим мы займемся в следующий раз. Так. ... ... Продолжение следует...